Итак, мои дорогие, история моей жизни. В прошлый раз мы остановились с вами на том, что я закончила педагогический институт в Челябинске и, поработав в школе, у меня, надо сказать, что в конце института родилась дочка на последнем курсе, вышла замуж за Виктора Викторовича Коломейко, чью фамилию сейчас и ношу, Аленушка. И сразу после окончания института появилась на свет моя дочка и, отсидев примерно месяцев 11, так сказать, в декрете, я вышла на работу в школу. Работала там преподавателем, учителем математики. Дальше моя жизнь складывалась не так успешно и благополучно, но я об этом, может быть, когда-нибудь расскажу в другой раз. Не хочу пока затрагивать эту тему, в моей жизни с папой моей дочки, это, конечно, та еще история, и она не очень-то веселая. Но, тем не менее, где-то, когда мне было лет 25, я все-таки нашла в себе силы с ним расстаться, и мы с Аленкой остались вдвоем. Я разделила квартирку, которая у нас была, ему и нам с Аленкой, мы перебрались, и началась, в общем-то, другая полоса в моей жизни, гораздо более благополучная. И в то же примерно время я поменяла работу. Подружка позвала меня работать на завод, программистом она уже там работала, и я тоже пошла туда работать программистом, потому что моя специальность была частично математика и информатика. Частично с этим я была как-то знакома. Но, надо сказать, знакома была очень-очень приблизительно. И если в школе у меня дела шли просто замечательно, дети меня любили, родители меня любили, потому что, когда ты любишь людей, они возвращают тебе это все с тарицей. На уроках у меня была дисциплина, не знаю, чем уж учителя говорили, что чем эта коломейка их берет, маленькая, говорит, какая-то, худенькая, а класс-то, говорит, какой стал там, Сережа Герасимов разбойник на всю школу, и то как-то присмирел. То есть я думала, что я проведу в школе всю жизнь. Но случилось так, как случилось. Там тоже были какие-то свои особенности, и я оказалась на заводе. На заводе пришлось учиться всему заново, работала сначала оператором, потом прошла курсы, меня поставили на программирование. Тогда впервые, надо сказать, я встретилась с прекрасной литературой, с прекрасными учебниками. Язык, помню, тогда программирование, был бейстик в этом учебнике. Работали мы на ПЛ. ПЛ я училась самостоятельно, никаких учебников не было. Как я тогда смогла это все одолеть, я сейчас даже не представляю. Но тем не менее я была и постановщиком задач, то есть мы разрабатывали, изучали производство. У меня была тема движения металла на складе, завод был металлоконструкций. И я изучала вот это движение металла, бухгалтерские все наработки, вот эти все истории, да, и переводила это все с помощью ПЛ на английском языке, хотя учила я немецкий в школе и в институте. Я переводила это все на язык программирования, на вот эти все операторские оператора. Но потом меня послали на курсы повышения квалификации. Я оказалась в городе Горьком, тогда он назывался Нижний Новгород. И тогда я хочу рассказать вам очень интересный факт, потому что я впервые встретила учебник по языку программирования ВЭСИ. Как он был написан? Написан он был, в отличие от тех учебников, с которыми мне приходилось сталкиваться всю мою предыдущую жизнь, совершенно феноменально. Он был написан простым, кратким, доступным, понятным языком, с тем, что... То есть там все подавалось так, что не выучить и не понять это было просто физически невозможно. Тебе оставалось просто прочитать и просто повторить то, что там писалось. Настолько эти рекомендации были доступны, настолько они были лаконичны, настолько они были связаны одна с другой. И главное, вот эта вся цепочка подачи материала, она шла от простого к сложному, что когда ты доходил до каких-то сложных моментов, они у тебя уже созревали в твоем сознании сами собой. Я просто тогда была поражена. Это вот такое произведение было переведено с английского на русский, и нам оно досталось. И с тех пор я поняла, как надо писать книги. Не такие книги, которые мы привыкли в свое время читать, академический, тяжелый язык, какие-то сложные обороты, какие-то длинные предложения, какие-то термины, которые мало знакомы читающему, вот это все. То есть еще тогда я поняла ценность вот такого простого, доступного, понятного языка, когда кто-то сейчас высмеивает, а что-то вижу, а то мы пою. Ну и что? И посмотрите, как это ложится на наше сердце, на нашу душу, когда ты с человеком на одной волне, когда ты не отстраиваешься от этих людей, там за тысячи верст, что ты такой умный, а человек, который тебя читает, наоборот, ничего не знает и не понимает. То есть ты с человеком на равных, ты с ним на одной волне, ты с ним уже как друг, и подача материала идет вот с такой доброжелательной, я бы сказала, эмоционально окрашенной какой-то, точки зрения, я тогда впервые вот это все оценила, это запало мне в душу, запало в память, запало в сердце. И когда я дошла до написания своих собственных книг, и мне предложили это сделать, я сразу же знала, в каком ключе они будут все построены, что они будут совершенно не такие, как принято писать подобного рода книги. Ну и что, что они не о жизни, ну и что, что они о наших выкройках, какая разница, о чем рассказывать. Главное, чтобы это было рассказано очень понятным и простым, и доступным всем людям, без исключения языком. И не требовало какого-то специального образования для понимания. Вот так. Значит, и тогда я оказалась в этом самом, я работала программистом. Потом, прошло несколько лет, прошло тогда, помню, лет пять, я работаю на заводе, все меня, собственно говоря, устраивает по работе, дочка моя растет, но не устроена моя личная жизнь, и мне все время хочется ее устроить. Как моя подружка Ольга говорит, ты все время хотела вить гнездо. Правда, я хотела вить гнездо, мне хотелось семью, мне хотелось пятеро детей. Вот вы не поверите и будете смеяться, но когда мне было 16-17 лет, о чем я мечтала? Все мечтают там, не знаю, о известности, о славе, о деньгах, о благополучии, о материальном достатке. А я мечтала о том, чтобы у меня было пятеро детей. Хотела я, потому что я хотела отдавать себя детям, я хотела о ком-то заботиться. Вот это отдавание, вот эта забота, оно мне доставляет счастье. От этого я ловлю кайф. Понимаете? А о ком мне заботиться? У меня вот всего одна дочка. Ну и родители, конечно, понятное дело, да. И я искала своего суженого, свою половинку, делала в поисках какие-то совершенно немыслимые для себя шаги, ходила в службу знакомств, даже один раз писала объявления в газете. Тогда это только-только все начиналось. Ломала свою скромность, свое восприятие, свое вот это ломало себя. Страшно стеснялась, но все равно заставляла себя и шла. Ну а жизнь, она мудрее нас. Она устроила так, что когда я поменяла работу, чтобы быть поближе к дому, потому что Аленка пошла в первый класс. Он меня ждал, мой Владимир Николаевич, на этой работе. Он к тому времени тоже уже расстался со своей семьей. И вот мы встретились в два одиночества. Нашла его совсем не там, где искала. Но тем не менее, наша вселенная, Господь Бог видит, что мы делаем какие-то шаги в сторону той или иной цели. И начинает нам помогать. Так вот у меня случилась эта счастливая наша встреча. Рядышком мы уже очень давно, с тех пор, вот мне было 30 лет, сейчас уже 64 года. Вот 34-35 год мы, собственно говоря, вместе. Вместе растили своих детишек. И когда я встретила, потому что Володя через полгода пришла к нам жить, его старшая дочка Лена, и стало нас четверо. Ну ладно. А когда я пришла, когда мы поженились с Володей, и у нас на заводе открылось ателье, тогда было модно, что ли, развивать социальную сеть. Это была перестройка, это были конец 80-х годов, Горбачев, перестройка и развитие социальной сети на предприятиях. И открылся у нас на заводе металлоконструкции дом быта. И они никак в этот дом быта не могли найти закройщика. Ну а я-то, надо сказать, где бы я ни работала, я же все это время шила. Да, еще интересно, когда я училась в институте, жила в общежитии, я была заведующей, так сказать, комнаты кроя. Там стояли машинки, столы, я там вела уже какие-то кружки, я там по просьбе моих студентов, коллег, кроила им бесконечные платья, халатики, естественно, бесплатно. Иногда забывала об этом, конечно, совершенно. Иду как-то по коридору, помню, девочка идет навстречу, я говорю, ой, какой симпатичный халатик. Она говорит, Гарь, ты что забыла? Ты же мне ведь его и кроила. Я говорю, правда? Ну да, значит, я кроила. То есть, мое увлечение кройкой и шитьем, конечно, меня не оставляло. Что бы я ни делала, я всегда была с этим. Ну вот, и когда я, у нас в доме быта открылся дом бытый, там нужен был закройщик, я уже была совершенно сформированным, с большим достаточно опытом к 30 годам вот этого кроя и шитья. И любила, конечно, все это дело. Я тогда пришла и предложила свои услуги. Они посмотрели на меня с недоверием и сказали, а ваше образование, оглючитель математики? Ну, так как никого не было, они меня все-таки взяли и посадили меня на так называемый самокрой. Что это такое? Ты сам принимаешь заказы, ты сам кроишь и сам шьешь свое платье. Ну, мне ничего больше не надо было. Машинка была, стоп, а потом тоже появился. Я сидела, кроила и принимала заказы с заводских наших барышень, кроила и отшивала им эти платьица. Как только я отшила первые платьица, молва вперед нас бежит. Ко мне выстроилась очередь буквально на 3 месяца вперед. Ну, сколько людей я могла пропустить через себя, через свои ручки. И тогда наше руководство, видя эту картину, недолго думая, решило, что мои какие-то знания, навыки надо использовать по назначению. То есть, наше руководство не принадлежало к этому заводу. Оно оставалось, тогда были фабрики, отелье все объединялись в так называемые фабрики индивидуального пошива. И у каждой фабрики был свой руководитель, свое руководство. И нами руководила тогда вот эта вот фабрика. И тогда они мне сказали, что давайте, надо вас, вам получить какие-то корочки, чтобы мы могли вас поставить на работу, на бригаду, на большую бригаду, чтобы у вас раз такой укрой хороший, вы могли уже как-то кроить, получив специально такое образование. Ну, как там обучение трудовым профессиям, это было, как уже это называется, комбинат бытовых услуг. И в течение года с отрывом от производства я там получала профессию закройщика. А надо сказать, чтобы туда попасть, туда, кого попало, не брали. Тогда на закройщиков учили только портных, причем портных лучших, тех, у кого был самый высокий разряд, кто умели хорошо шить, их потом перепрофилировали на закройщиков, учили хорошему крою. Ну вот, а чтобы получить вот этот вот разряд портного, в городе проводился конкурс на лучшего портного. Мне предложили принять в нем участие. Я, как сейчас помню, сшила выпускное платье голубенькое какое-то, девочке одной, выпускнице, дочке одной нашей работницы завода, Танечке. Сшила я его нормально, использовала там органзу в качестве дублерина на обтачке, то есть придумала какие-то свои методы, все шовчики запаковала, все у меня было закрыто внутри, оно было в валанчиках, все красивое, симпатичное, Танечка была тоненькая, она хорошо его подала, я заняла там первое место. Мне присвоили сразу там какой-то самый высокий портновский разряд, я уже сейчас не помню детали, и дальше уже была моя карьера, это вот это образование курса закройщика, годичные, с отрывом и производством. Я сначала надула губу, а потом я была рада, потому что, ну, я немножко отдохнула от этой суеты, платили мне тогда стипендию, даже повышенную стипендию платили, почему-то, но и тем не менее. Что я там узнала? Там я впервые увидела и познакомилась с той официальной методикой кроя, которая существовала в Советском Союзе. Это единый метод конструирования одежды, который, собственно говоря, позволяет устроить достаточно хорошие выкройки на индивидуальную фигуру, и учитывает потом все ее какие-то особенности, так скажем, да, и перейдя потом на работу в ателье, я попыталась честно его применить. А как работало наше ателье? Ателье было тогда трех видов. Были просто мастерские, где занимались в основном ремонтом, и если и шили, то шили по очень низким расценкам. Ну, квалификация закройщиков была там не очень высокая. Были обычные ателье, в котором работала я, где квалификация закройщиков была уже достаточно высокая, и расценки были тоже, соответственно, выше, где делали и ремонты, и в основном шили одежду. У нас тогда и вышивальщики работали, и кого только у нас не было, и бригады были по верхней одежде, была бригада по легкому платью была, были брючники, ну, и скорняки были, и было много-много-много разных специализаций. Вот, и были ателье высшего разряда. Так вот, в ателье высшего разряда ремонтами практически не занимались, цены были очень высокие. И там конструктора, закройщики кроили индивидуально, строили выкройки, как делаю это я всю жизнь, как я сейчас учу вас делать, да. А в моем ателье, в ателье среднего, так сказать, звена, закройщики пользовались готовыми выкройками. На фабрике был экспериментальный цех, там разрабатывались лекала унифицированные, эти лекала размножались по размерам, по фасонным каким-то признакам, менялась мода, кроме базовых лекал, создавались какие-то модные лекала, да, там, с летучей мышью, с рукавом реглан погон, помню, было у нас, и так далее. И вот эти унифицированные лекала и по модным линейкам, и сами по себе базовые конструкции, они висели многочислено на стенках вот этого ателье. И когда приходил клиент, закройщица выходила, были художники в ателье всегда, художник рисовал эскиз технический, конструктор выходил, закройщик снимал мерочки, обговаривал детали с клиентом по этому эскизу, а потом у себя в закройной находил соответствующее лекало, которое висело на стене, брал его, и определенным образом учили, как его подвигать, как его обвести, чтобы учесть особенности данной фигурки. И вот так они краили вот эти все свои одежды. Я попыталась повторить, но, честно сказать, очень быстро была в этом разочарована, потому что времени у меня на этот повтор уходило больше. Пока найдешь, пока обведешь, пока определенным образом повернешь его, да, мне легче оказалось просто посмотреть на мерочку, прибавить к ней прибавочку нужную, да, и построить сразу на ткани то, что мне нужно. Потому что фасон это не всегда бывает, ведь очень сложными, какими-то мудреными, которые требуют бумажного кроя и моделирования, там, драпировка какая-то и так далее. Даже простые выточки куда-то перенести в общем-то доступно оказалось, как мне позже я поняла сразу на ткани это все сделать. И таким образом я стала кроить сразу на ткани своим способом, своим методом. Ничего особенного в этом я не видела, но скорости наши стали расти неимоверно. Мои девчонки зарабатывали в два раза, и я вместе с ними больше, чем все остальные. Если остальные, члены нашего коллектива, все работали на процентах, платили нам тогда 36% от стоимости заказа. Закройщик получал, по-моему, 6%. Если все, да, апартные, бригада получали 30%. Если все получали по 100 рублей, то мы получали рублей по 200. Почему? Потому что я пропускала через себя, моя пропускная способность была невероятно велика. Было время, когда был ажиотаж, когда еще не пришел вот этот китайский рынок к нам, люди стояли, одежды не было в магазинах, хочу говорить. Люди стояли утром в очереди, чтобы принять, чтобы сдать вещи на пошив. Я иду к 8 часам, бывала в ателье, а салон открывается в 10. А там уже стоит человек 10 на улице. То есть 10 человек мне предстоит принять. Два через два тогда мы работали. А заведующий еще приведет кого-нибудь? Еще бывало, человек по 10 приходит через заведующую. Тогда было такое слово, нехорошая была. Но мне очень не нравится. Но что было, то было. Я рассказывала вам просто правду жизни. И получилось, что за день мне нужно принять человек 20. В следующую смену это все повторялось. В следующую это опять повторялось. Особенно летом были вот такие времена. Я была закройщицей легкого платья в те пути года. И что делать мне было? Вот представьте себе, эти 20 человек в течение дня мне надо принять. А смена 12 часов с 8 до 8 вечера. Потом другие 20, которые я приняла накануне, мне нужно раскроить. Потом другие 20, которые я уже раскроила раньше, мне нужно было примерить, потому что бригада их сметала. А другие 20, бригада после сметочки, их сначала обметала, и мне сколола на осноровку. И я должна была осноровить. И вот этот цикл принятия заказа, раз, раскрой, два, примерка, три, и осноровка, четыре. Вот это главные четыре этапа, которые делал закройщик. Остальное делала бригада. Мне нужно было за 12 часов пропустить через свои ручки. Понимаете, ну 20, это, конечно, крайняя цифра. Было там от 10 до 20, собственно говоря, ну и 20, но и даже 10, это ведь очень много. Сегодня никто не представляет себе, как можно было так работать. А мы работали. Да еще плюс добавляла нам наше заведующее ателье какую-то массовку, которая заключалась в том, что брался рулон ткани, которая была в ателье всегда, и придумывалась какая-то блузка, и эта блузка кроилась из этого рулона. Штук по 15-20 блузок, потом отшивалась бригада, и они продавались. То есть это еще был дополнительный источник дохода. Вот так, мои дорогие, я проработала в ателье, собственно, 15 лет, до 45-летнего возраста. И опять у нас уже 21 минутка. На этом разрешите сделать остановку, а не остановку. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Продолжение следует. Буду рассказывать дальше историю своей жизни. С любовью и уважением. Всегда ваша Галина Коломейко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!